Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вас никто никогда не обманет и показывается всё по-взаправдешнему, так как оно есть на самом деле, ни от кого ничего не скрывая, не упрекрашая и ни в коем случае не уговаривая вас приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. Поэтому, если вам нравятся такие подходы, однозначно прямо сейчас подписывайтесь на канал. Ну а сейчас, друзья, мы посмотрим открытие 15 советских контейнеров, которые мне прислал Павлюк Виталий. Виталь, спасибо тебе огромное за присланное видео. Ну и сейчас мы посмотрим, что у Виталия с этого всего получилось. Ну а в конце подобьём итоги. Павлюк Виталий Итак, друзья, давайте будем подбивать итоги. Суммарно было открыто 15 контейнеров стоимостью в 15 тысяч золота. За это всё Виталий получил два раза объекта 452К. Соответственно, с учётом того, что изначально объекта, как я знаю, у него не было, он получил сам объект, ну и плюс к тому получил за второе выпадение данной машины компенсацию в размере 5000 золота. Таким образом, получается, что за 10 тысяч голды Виталий выбил себе девятку, ну и получил ещё там дополнительно всякого рода бустерочков свободного опыта, ну и так, по мелочи. Я не знаю, честно говоря, как правильно подвести черту конкретно под данными контейнерами, но под открытием этих контейнеров могу подвести черту следующую. В целом, Виталий окупился, потому что получил себе вполне себе интересную девятку по вполне себе годной цене, с учётом того, что, можно сказать, в комплекте с этим получил всякого рода дополнительной мишуры, шелухи, называйте как хотите. Но, если говорить откровенно, то если бы Виталию выпала какая-нибудь другая машина, ну, допустим, восьмёрка там какая-нибудь, или уж тем более что-нибудь похуже, то, соответственно, он бы не был настолько, мне кажется, счастлив, как теоретически счастлив сейчас. Поэтому, друзья мои, всегда с умом открывайте контейнеры, всегда думайте, что вы делаете, всегда взвешивайте свои шансы, ну и помните, всегда гораздо лучше купить какую-нибудь машину непосредственно с самого магазина или с какого-нибудь там зимнего или летнего аукциона, нежели пытаться достать её, особенно если это заветная какая-то тачка, из любого рода контейнеров. Ну, в лучшем случае, покрутите рулетку, если вы хотите забрать из неё конкретный танк, ну и идите уже вабанк, прокручивая рулеточку на полную, если вы делаете это в такой ситуации, как это делал я, допустим, с тем же самым крушителем, которого я однозначно был готов забрать за полную стоимость рулетки. Вот такое вот честное мнение, вот такое вот открытие 15 контейнеров, ну и, друзья мои, от чистого сердца желаю вам фарта в любом проявлении его, как в игре, так и в реальной жизни, ну а главное, желаю вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.